Сильные морозы прогнозируют синоптики на ближайшую неделю. Причиной называют циклоны и фронтальные вторжения. На большую часть страны придут метели, снег, гололед и туманы. Жанна Рахимжанова интересовалась непогодой по всей стране. В Карагандинской области уже вторые сутки лютует метель. Скорость ветра местами достигает 32 метров в секунду. Нулевая видимость привела к авариям на дорогах и многокилометровым заторам. Полицейские вытащили из снежных заносов несколько грузовиков. Коммунальщики работают в авральном режиме, но снегопад продолжается. За два дня из Караганды вывезли больше тысячи камазов снега. В усиленном режиме работают и службы ЧАЭС. Больше суток спасатели ищут в степи у города Сатпаев местного чабана. Он вывел на выпас стада и попал в метель. Обнаружены следы человека и его собаки. Возможно, это и есть пропавшие. Но пока еще результатов не дали поиски. Все прелести непогоды накануне ощутили на себе и алматинцы. В частности, автовладельцы. Перепад температур в течение дня и начавшийся к вечеру снегопад привели к гололеду. Небывалый гололед и в Уральске. Сегодня днем в городе установилась нулевая температура. К вечеру началось похолодание и уже завтра, по прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до 30. Пик морозов в регионе ожидается в начале следующей недели. Впрочем, такие холода настигнут вскоре и остальные регионы страны. Февраль, хоть и обещает быть скупым на осадки, но первая половина месяца, по данным метеорологов, вероятнее всего, станет самым холодным периодом этой зимы. На юге и юго-востоке ночью до 13-18, днем до 7-12 мороза. На западе, севере, центре и востоке республики ночью температура будет опускаться до 23-32 морозов, днем до 15-20 мороза. Во второй половине февраля синоптики обещают неустойчивую погоду. Снегопады, метели, туманы, гололед практически по всей территории Казахстана. Однако в конце месяца в страну придет оттепель. Приближение весны первыми почувствуют жители южных регионов, где столбики термометров днем поднимутся до плюс 8 градусов. Но пока спасатели призывают не терять бдительность и в ближайшие недели по возможности отказаться от дальних поездок.